Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Владимиром Лавровым, доктором исторических наук, профессором Никола Угрежской православной семинарии. Добрый день, Владимир Михайлович. Добрый. В предыдущей программе вы начали рассказывать о тех событиях, которые предшествовали трагическим революционным событиям 1917 года. Вы рассказывали про то, что происходило в 1905 году, о том, что предшествовало этому, о том, как происходила либерализация прессы, были представлены разные точки зрения уже во второй половине XIX века, и как это повлияло на брожение умов, как вы сказали. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что Владимир Михайлович 8 лет возглавлял, точнее, был заместителем директора Института российской истории по науке. И кандидатская и докторская диссертации были посвящены как раз событиям 1917 года, поэтому из ваших уст мы можем услышать наиболее достоверную информацию о том периоде нашей истории. Итак, мы задавались вопросом, кто же виноват. Сложный вопрос, однозначного ответа мы не получили, наверное, конечно, и не можем получить, но дальше возникает вопрос, ну, вообще-то в целом к вопросу об изучении истории. Зачем нам так подробно рассматривать те события столетней давности и даже более ранние периоды? Я когда вас слушал, предыдущую нашу программу, в конце, у меня были очень четкие параллели, возникали с тем, что у нас происходит в стране сейчас. В общем, насколько возможно вот эти мостики перебрасывать в прошлое, чтобы извлекать из этого уроки? Если это возможно, то какие уроки мы все должны извлечь? И руководств нашей страны, и наших гражданей, и с того периода, который закончился такой трагедией для страны. Вот вы сказали, что вопрос, кто виноват, без ответа. Могу дать очень краткий ответ. Одним словом. Все. Все виноваты. В той или иной степени. Виноват руководитель страны тогда, царь, который и не провел во время необходимых преобразований, и не подавил революцию. Вот по-настоящему не подавил. Виновата буржуазия, которая не понимала, чем она рискует, финансируя революцию. Не понимала интеллигенция, которая идеализировала жизнь на Западе. Не понимали рабочие. Рабочие не понимали, которые пошли вот за Гапоном 9 января 1905 года, что они читали эту петицию, они ничего в ней не понимали. Опыт других стран вообще не знали. То есть, их использовали. Вот ведь как. И что сейчас актуально? Актуально то, что мы ведь до сих пор не покаялись в своих грехах. В том, что мы натворили в 1917 году. И в феврале, и в октябре. Ну, не покаялись. Все ведь натворили. И даже Синод в марте 1917 года приветствовал революцию свержения Николая II, свержения законного главы церкви. Было такое. Не всегда об этом упоминают, но это было. То есть, на всех. Конечно, кто-то больше ответственен, кто-то меньше. Но с простых людей что брать? Их поманили. Особенно, значит, удачный был лозунг «Земля крестьянам, заводы рабочим, мир народам». Вместо мира гражданская война. Землю отняли потом во время коллективизации. Реальными хозяевами предприятий рабочие тоже не стали. Но вот эти ленинские лозунги, они были очень простыми, очень понятными. Каждый рабочий думал, да мы сейчас начнем управлять заводами, что нам стоит. В 1918 году, когда передали заводы рабочим, был такой момент. Взяли, национализировали почти все. И промышленность рухнула. То есть, просто рухнула. Ну, не может рабочий управлять предприятием. Он не умеет, не знает. Образования нет. Вот ведь как. То есть, нету покаяния за те преступления, за те революции. Нету и достаточно объективного все-таки осмысления. Ведь смотрите, ну, даже если брать образовательный стандарт, современный, Великая Российская революция 1917 года. Ну, что это такое? Что там великого? Ну, что великого? Что? Потрясла всю страну. Спровоцировали гражданскую войну. В гражданскую войну погибло более 10 миллионов человек. Вот во всю Первую мировую войну россиян, это была страшная небывалая война, погиб 1 миллион человек. Тут больше 10. Вот стоило эту заваруху устраивать. Я уж не говорю, что потом был голод после гражданской войны, погибло 3-5 миллионов и так далее, и так далее, и так далее. Счет на миллионы. Вот стоило это устраивать с людьми? Вот ведь как. То есть, нету достаточно объективного осмысления. То есть, ничего великого. И репрессии против священников начались в 1917 году, в конце 1917 года первые мученики. Ну, что тут великого? Это великая беда. Патриарх Кирилл назвал революцию 1917 года преступлением. Вот это правильно. А великого тут ничего. Но этого осмысления нет. Вот мы боимся все время кого-то обидеть. А как коммунисты посмотрят? Ну, слушайте. Ну, а так можно дойти и до повторения страшных событий, когда кто-то, какой-то популист что-то наобещает. Вот когда вообще кто-то говорит, что вот я сейчас все проблемы решу. Да что нам стоит? Вот я решительный. Сейчас вот у власти не решительный, а я решительный. Ну, так большевики говорили во главе с Лениным и Труцким. Ну, пришли и сколько крови. Проролили. То есть, нет недостаточно объективного в целом осмысления. И нет покаяния. А покаяние, да, должно быть всенародным. И в том числе и потому, что у многих предки как-то соучаствовали в революции. Вот мой дед по линии отца, он тоже участвовал, он грабил помещика, он был крестьянином, грабил помещика местного, ограбил. Как вы думаете, что он у него украл? Не представляю. Он у него украл библиотеку. Ничего себе. Принёс себе в избу и читал Пушкина вслух моему отцу. То есть, он взял то, что никто больше не взял, но всё-таки участвовал в революции. Были и такие крестьяне, которые читали книги, любили книги, поэзию. Что он в Пушке не понимал, я не знаю. Но такое тоже было. Ну, как можно пограбить и не пограбить? Ну, грабили. А чем это обернулось всё? Страшной бедой, многомиллионными жертвами. То есть, на всех в той или иной степени мы отвечаем за свою страну. Не только отвечаем за то, что происходит сейчас, мы отвечаем за то, что было в прошлом. Атеисты этого не понимают. Но вот я как православный чувствую, что я вот, хоть тогда я и не родился, не жил, но я всё равно в каком-то вот, ну, не знаю, в мистическом ответе за то, что не сделали или могли сделать, но не сделали мои предки. Так же и за будущее мы в ответе. Мы поговорили в прошлой программе о том, что можно было сделать в 1905 году, но не было вовремя сделано. Всё-таки прошло 12 лет. Худо-бедно, но таких революционных потрясений не происходило. Можно ли было избежать и как тех событий, которые в 1917 году, в феврале произошли? Ну вот в советское время была очень распространена и сейчас распространена точка зрения, что первая русская революция потерпела поражение. Это не совсем так на самом-то деле. Ну, революция добилась всех свобод демократических, добилась Государственной Думы. Это поражение? Ну, это не поражение, это какой-то компромисс. Свергнуть царя не удалось, да. Ленин там и прочие хотели свергнуть. Не удалось. И слава богу, да. Но и какие-то достижения у революции тоже были. А главное, когда революция закончилась, то начался ещё более бурный расцвет страны. Мы вышли при Николае II в десятые годы XX века на первое место в мире под темпом экономического, в том числе промышленного развития. Это выдающееся достижение, русское чудо, как тогда говорили и в России, и на Западе. Но вот к тем причинам, которые мы говорили о причинах революции V года, добавилась ещё одна, которая даже, я бы сказал, главная причина, почему победила революция, даже две революции 1917 года. Добавилась война, Первая мировая война, нападение Германии на Россию. То есть, ну вот все смотрели замечательный фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Какие там прекрасные ребята, которые за веру царя и отечества готовы были положить головы. И клали. Вот среди них количество погибших 80%. 80%. То есть, это действительно замечательные ребята, которые смогли остановить немцев на очень дальних рубежах. Мы даже Минска не сдали. Там ни Киева, ни царица на будущего Сталинграда. Они сумели остановить, но они погибли. И новый набор офицеров, краткосрочные курсы, новый набор солдат. Армия изменилась. Армия стала другой. Вот это сыграло очень большую роль. Вооружение многих миллионов людей. То есть, в руки, в том числе революционеров, попало оружие. Вот ведь как эта вооруженная сила оказалась. Вот если бы не война, если бы не война, думаю, что революции или не было бы, или во всяком случае царь смог бы ее подавить. То есть, в первую революцию армия в основном были исключения, скажем, броненосец Потемкин, но в основном армия была верна присяге, верна царю, и при необходимости революционные выступления, пусть не очень, так сказать, без потока в крови, но все-таки подавлял. И, безусловно, это произошло бы и при каких-то выступлениях, допустим, 1917 года. Но война. Армия другая, офицерство другое, солдаты другие, война затянулась, агитация в армии были в том числе среди рядовых и революционеров, и большевики, и кого там только не было, долой войну. Ну, вот Ленинский декрет о земле. Второй съезд советов провозгласил советскую власть. Ленинский декрет о земле. Мы за демократически справедливый мир. Все кричат «Ура!», солдаты машут винтовками, но это малограмотные люди. Они же не понимают, что немцы на нас напали не для того, чтобы заключить с нами демократически справедливый мир. В результате никакого мира. А потом революция переросла в гражданскую войну, и еще больше жертв. Но малограмотные рабочие солдаты из крестьян. Значит, солдаты – это крестьянин, все расшинили. Вот они этого не понимали. То есть, ну, вот такое было и не только умопомрачение, а какая-то ситуация даже... Ну, вот что сделаешь? Как можно предотвратить нападение немцев? Ну, Николай II пытался. В 1898 году он впервые предложил начать разоружение. Над ним в Берлине, Лондоне, Париже посмеялись. Какое разоружение? Но мы к этому придем. Но мы придем к этому когда? Да. При Хрущеве, Брежневе сейчас... То есть, он опередил время, он понимал, к чему ведет гонка вооружения. Предложил – не поняли. Встречаясь с Вильгельмом II, руководителем Германии, Николай II говорил, ну, хорошо, границы несправедливые, но давайте их оставим. Если мы оставим границы, по крайней мере, крупной войны не будет. Вильгельм II не согласился. То есть, вот есть факт, который мало кто знает. Накануне войны Первой мировой Николай II сократил военный бюджет России. Спрашивается, зачем? Германия все время наращивала военный бюджет. Наращивание военного бюджета грозило перерасти в войну. И Николай II хотел показать пример. Вот мы сокращаем бюджет, то есть, мы показываем, что мы на вас нападать не хотим. Давайте последуйте нашему примеру. Если вы сократите, мы сократим. Сползания к войне не будет. Германия не последовала нашему примеру. Сейчас можно сказать, что надо было не сокращать наш бюджет, а еще быстрее увеличивать, поскольку война на пороге. Но это сейчас, так сказать, можно. А тогда Николай II пытался предотвратить войну. Предотвратить не удалось. Немцы на нас напали. Страшная война. Похоронки. Ну, что тут сделаешь? Вот революционеры этим воспользовались. Вот ситуация. То есть, она в каком-то смысле даже, ну, может быть, безвыходная. Может быть, надо было жестче бороться с оппозицией. Может быть. Кстати, императрица Александра Федоровна 17 декабря 1916 года, то есть, еще за несколько там, за два месяца до революции, она предлагала мужу арестовать Гучкова, Милюкова, которые станут лидерами революции в февральской, распустить Государственную Думу. Он не согласился. Он не согласился. Он решил повременить. Потом он Думу распустит, но это уже будет февраль месяц. Вот какой-то момент был упущен. Вот иногда бывает, что женщины что-то, может, интуитивно почувствуют. Если бы это было бы сделано в декабре, то, может быть, и удалось бы предотвратить. Но мы не знаем, как было бы, если бы... Но это задним числом легко говорить. Николай думал так, что вот в апреле будет наступление, у нас все шансы разбить противника, мы бы хорошо подготовились к наступлению. А дальше он думал, что после успешного наступления самодержавие укрепится, будет другая ситуация в стране, будет взрыв патриотизма. А революция, почему она грянула в феврале-марте? Потому что в апреле должно было быть наступление. Революционеры это знали, они хотели упорядить успешное наступление. И спровоцировали революцию в феврале-марте 1917 года. Вы говорите спровоцировали, но давайте мы к этому еще вернемся. Прежде о войне. В одном из ваших выступлений я услышал такие слова, что Николай II заключил секретный договор с Великобританией и Францией о том, что Россия получит выход в Средиземное море после победы в Первой мировой войне. Откуда такая информация? И можно ли об этом поподробнее рассказать? Это 1915 год. В 1914 году мы спасли Францию от полного разгрома. То есть немецкие войска разгромили французскую армию, стояли под Парижем. Французское правительство бежало из Парижа. И Франция взмолилась о помощи. И Россия эту помощь оказала. То есть еще не подготовившись, не отмобилизовав армию, мы перешли в наступление. Спасли Париж, спасли Францию. Вот ситуация. То есть реально войну более-менее успешно вела только Россия. Англия тоже терпела поражение там же в Западной Европе. И скрипя сердце, не желая того, но руководство Франции и Великобритании согласилось на то, что был подписан документ в 1915 году, согласно которому после общей победы Россия получает Босфор и Дарданеллы, контроль над проливами, которые позволяют из Черного моря выйти в Средиземное море, получают контроль над Стамбулом и Константинополем. Турция тоже напала на Россию, так что это все можно было сделать. Они этого не хотели, но нужна была русская кровь. Вот без России победить у них не получалось. Они были на грани поражения, Франция и Великобритания. Поэтому они на это согласились. Если бы была общая победа, ну, очевидно, мы действительно получили бы Стамбул, Константинополь, Босфор, Дарданеллы. Это было бы колоссальное стратегическое усиление, геополитическое усиление России, прямой выход в Средиземное море. А добавьте к этому, мы занимали первое место по темпам экономического роста. И даже во время войны начался рост. В 1616 году мы вышли с пятого места, которое было раньше. Мы в 1616 году по объему производства вышли на четвертое место, обогнав Францию во время войны. То есть, из общей победы мы выходили самой мощной военной экономической державой мира. Но февральская революция, значит, все эти планы поставила на них крест. Большевики их опубликовали, отказались. Зачем нам Константинополь, зачем нам Босфор, зачем нам Дарданеллы? Вот такой подход. Давайте поговорим про февраль 1917 года. Кто все-таки стоял, как вы сказали, за теми революционными инициативами? И кто так торопился, чтобы не допустить начала наступления армии? Самым активным лидером февральской революции был Гучков. Это лидер партии октябристов. Вторым по активности был Милюков. Это историк талантливый. Лидер партии конституционных демократов, кадетов. Из наиболее радикальных лидеров революции Керенский, социалист, затем СР. Вот они мечтали возглавить страну. И понимали, что нужно это сделать до успешного наступления. Как провоцируются революции? Ну вот, на Путиловском заводе были забастовки. Требовали рабочие улучшения труда, условий труда, повышения зарплаты. Восьмичасового рабочего дня. Большевики особенно подбивали на восьмичасовой рабочий день. И опять же, когда я был, я уже так вот говорил студентом, я думал, ну как здорово, большевики требуют восьмичасового рабочего дня. И только потом, вот когда я уже сформировался как ученый, меня вдруг током прошибло. Война идет. Какой восьмичасовой рабочий день, ребята, вы чего творите? Ну можно представить, если бы наши рабочие в Великую Отечественную войну отработали 8 часов, а потом пошли на танцы. Чем бы это закончилось? Как можно выдвигать требования восьмичасового рабочего дня во время войны? Это просто направлено против своей страны. Ну так и было. Ленин же выдвинул лозунг поражения своей страны в войне, военного поражения. Он считал, что вот если будет военное поражение России, то легче большевикам прийти к власти. Значит, вот три лидера. Гучков, Милюков и Керенский самые активные. Причем Гучков встречался с руководством Путиловского завода. С Путиловского завода вот этих забастовщиков 36 тысяч. Их взяли и уволили. Что такое уволили? Значит, а как кормить семью? На что жить? Потом Путиловский завод давал освобождение от армии. А если тебя уволили, тебя буквально сразу могут забрать и послать на фронт. Они этого хотели? Нет. Как можно этого не допустить? Красный бант, красное знамя, долой царя. Долой самодержавие, как вот на этой фотографии. Вот, то есть, мы не знаем, о чем были переговоры Гучкова и руководства Путиловского завода, но знаем, что были сами переговоры. И после этого уволняют 36 тысяч рабочих. Ну, разве это не провокация революции? Разве не провокация? Ну, и другой момент, значит, все знают, что не хватало хлеба. На самом деле, в столице хлеба было достаточно. Но кто-то распространил слух, что хлеба не хватит, и женщины стали вместо одного батона покупать пять. В результате хлеба действительно стало не хватать. Кто распространял слухи? Ну, можно предположить, кто. То есть, вот есть такие методики, как можно спровоцировать революцию. Можно ли что-то извлечь позитивного из уроков февральской революции? Я думаю, что главный позитивный вывод заключается в том, что не надо допускать революцию. Или реагировать на нее, когда появляются только признаки. Вот так. Но одновременно нужно вступать с людьми в диалог, в том числе с революционерами, с оппозицией. Кстати, Николай II пытался вступить, ничего здесь не получилось. Так что, вот, по плодам их узнаете их. Плодом февраля был октябрь. Сказать что-то положительное о феврале, я думаю, что, ну, надо проговорить правду. В феврале произошла катастрофа. Мы потеряли тысячелетнюю православную великую Россию. Что тут позитивного? Беда, драма, катастрофа. Будем извлекать уроки. Спасибо огромное за эту беседу. Спасибо. И пусть весь мир ликует и поет Разбуженный пасхальным перезвоном И слезы вдруг, как ручейки по склону И тает в сердце многолетний лед Так пусть весь мир ликует и поет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова